Причиной смерти Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил отец певицы, композитор Виктор Началов. По его словам, врачи делали всё возможное, чтобы спасти жизнь его дочери. Юлию Началову госпитализировали несколько дней назад в тяжёлом состоянии. Ей было 38 лет. Слово Николаю Соколову. Ещё накануне её друзья и знакомые верили в чудо и желали ей выздоровления. Но сегодня пришла печальная весть. Сердце не выдержало и остановилось. Она зажглась в той самой утренней звезде. Зритель не мог не заметить эту маленькую девочку. Юля – это одна из самых юных звёздочек, которая загорелась в программе «Утренняя звезда». Её обаяние, её чистота голоса, её непосредственность. Удивительно общительная, удивительно доброжелательная. Уже в 90-е она вспыхнула, как звезда взрослая. В 95-м завоевала гран-при на проходившем в Нью-Йорке международном вокальном конкурсе, где её соперницей была Кристина Агилера. Тяжело говорить, потому что мы с Юлей дружили, мы с ней вели программу в течение нескольких лет на канале «Россия». И вообще, как бы, вся эта... Не помню, когда мы были в Америке, она писала альбом, мы там часто пересекались. Так внезапно уйти, невозможно было представить. Ищут люди свою половину, каждый, кто не знает, верит в любовь... Коллеги по эстраде уверяют, не только занималась пением, но ещё и благотворительностью. Гастроли, конкурсы, встречи, график, которому не позавидуешь. Я только что разговаривал с полисломной долей музыкой, она 25 назад, она красная юля, поэтому... И у меня не трудно сказать, что она любила красная, она их сказала, почему не была. Ну, просто нечего сказать. Абсолютно нечего сказать. Вся страна наблюдала, как с детства она набирала в мастерстве, становилась популярной, любимой, необходимой. И невозможно в это поверить. Замечательный человек, хороший друг. Жалко, что такие люди уходят так рано, в таком возрасте. Молоденькая, талантливая, красивая. Не только гастроли, но и участие в телепроектах. Самый свежий один в один. Нашего холдинга на канале «Россия». Съёмки велись, когда ещё Юля не была в больнице. Продюсеры приняли решение не врезать сцены из проекта. В память о ней. К проекту она готовилась. Была жизнерадостна. Это интервью, как видно, давала в очень хорошем настроении. Работала голос, тембр, дикцию, что-то похожее более-менее туда. И когда мне, конечно же, сейчас одену паричок. Мне уже наклеили носик, если вы видите. Ну, точности такой же формы, как у Анжелиген. Вот. Ну, и осталось только ещё так же, быть такой же мягкой кошечкой, двигаться. Всё вот это. Мяу-мяу. Выступавший ещё недавно с ней на одной сцене в проекте едва сдерживает слёзы. Юля чувствовала себя хорошо и даже подбадривала других. Буквально перед выходом на сцену, когда вот снимали финал, Юля держала за руку меня и давала наставление. Нет слов, как... Ну, в шоке просто. Она не боялась творческих экспериментов. Старалась петь в разных жанрах, за что получила признание самой Примадонны. Пока помнят себя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка. Она ушла из жизни неожиданно. И молодой. Ей было всего 38. Я слишком поздно поняла, Что без тебя нет моего романа. О-о-о-о, я слишком поздно поняла. Поняла.